Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. Только видите, у меня уже темно, поэтому я свою рожу, пожалуй, выключу. Я только поздороваться с вами заглянул. Но я продолжаю на уровне сложности божество за Венгрию проходить Seedmare Civilization 6 с условием, что я всем встречным, поперечным объявляю войну. Так что лучше царить с самого начала. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику и в прикрепленном комментарии, как и ссылка на рейтинг цивилизаций по Венгрии. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку, благодаря тому, что у меня спонсоры на канале появляются. И хочется, 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 хочется записывать все эти видео. Итак, мы вышли в Средневековье в Золотой век. О, эти все ребята в темном. Это очень неплохо, кроме Александра. Ну, собственно, я тут боюсь только Александра по-хорошему, потому что с этими я уже более-менее разобрался и разбираюсь. Ну и, очевидно, мне надо брать вольнодумство все-таки. Потому что у меня центры коммерции стоят. Немного там соседства, к сожалению. Ну, это хоть какая-то наука, потому что, в принципе, сама по себе, саму по себе науку я не скоро буду получать. Так что давайте посмотрим, сколько у нас будет. Два, пять, семь, девять. Считайте, девять науки. И тут еще будет один. Одиннадцать. Ну, практически треть. Треть науки получу от всего этого. Дальше. Блин, я разве Амани не пересадил? Мне казалось, я в прошлом ходу пересаживал. Ну, ладно, короче, надо пересаживать Амани. Несомненно, в Болонию. И в следующем ходу я, по-моему, смогу... А, я уже могу провести мобилизацию. Отлично. Это и делаем. Новый фронт открывается в войне Португалии и Венгрии, когда город государства Болонии принимает одну из сторон. Это типа... Жалко, что сразу ходить нельзя, правда. То есть, это типа мне сразу дали очки за то, что я мобилизовал армию. Так, ну, надо убивать. Надо убивать. Этот меня не убьет точно. Два очка великого полководца. Смотрим. Да, я все-таки получу вот этого парня. Обращает в союзников всех варваров на соседних клетках. Кстати, интересная способность. Если появится... Ну, в любом случае, он, видите, для античности... О, античности и средневековья. Так что для мечников и латников он будет работать. Но мне надо сейчас ученичество отложить. Давайте, наверное, инженерное дело. А здесь оборонительную тактику. Открыл я сто процентов священного места? Пожалуй, нет. Потому что у меня одно священное место? Нет. Пожалуй, нет. Мне хоть еще один миссионер есть. Пойдем-ка в Мишкольц. Разнесем нашу религию. Или лучше в Дьер. Потому что в Мишкольц у нас, ребята, и так тут влиять будут. Давайте в Дьер. Блин, мне бы еще реально... Еще одного посела. Вот я бы тут город поставил. Вообще был бы доволен. Он может поставить карточку на посела. И в Буде... Все-таки посел. Ну, в следующем ходу я открою оборонительную тактику. Потому что здесь я еще хочу плюс сто процентов... К строительству стены. Просто во всех городах реально стены забахать. Так, пошли туда дальше смотреть. Не знаю, выезжать мне коляской, не выезжать. О! Ой, а кто-то у нас тут поселенца ведет. Так. Так. Я напоминаю, что еще юниты, взятые у городов-государств, они на два очка перемещения больше имеют. Так, вот этого парня нам надо как-то у него захватить. Может, даже тогда не придется... Блин, я просто не хочу здесь нигде город ставить, потому что вы сами понимаете, как тяжело его защищать будет. Лояльности дофига потребуется. Но привел бы сюда поставил. Блин, с другой стороны далеко везти. Ну, всегда перехватить неплохо. Так, просто стоим здесь, я так понимаю. Здесь... Ну, пока не могу обработать лошадей. Давайте-ка выйду вперед. Так, рынок тут готов. Я могу двух... Одного я в Персте строю, ну, значит, в Сеге, где надо, да, торговцы. В Мишкульце амбар достроен. Тут можно расти. Ну, видимо... Видимо, рабочего. Блин, вот тут, конечно... Просто... Просто негде кампус ставить. И, может, его и не надо тут ставить пока. Тут в Мишкульце, конечно... Ну, и... Вообще, как бы, вот у меня два кампуса нормальных. Ну, еще в Эгере где-то будет хороший кампус. Тут еще может быть кампус хороший чисто за счет ромашки. Все. Больше вообще хрен знает. Волин, катапульту. Маскат, торговый путь. Кстати, а что с маскатом? Почему он постоянно переходит? Но под влиянием двух игроков Византии и еще кого-то. Больше торговых путей. Амани в Волин переезжает. Так, сто процентов к политическому курсу. Так, вот мы следим за Португалией. Отходит. Но вот того я убью и себе заберу рабочего. Так, у Средневековича прошлым ходом началось. Так, построенные защитные... Ну, это я за себя проголосую. Но я тут не могу ничего... У меня минус по дипломатическим очкам. Так, а в какой мне хочется больше... Ну, давайте, предположим, в научный. То есть, типа, в Болонию. Мне, хотя, все-таки неплохо было бы компуса построить. В торговый и... Культурный захват, мать, я ж серьезно. Прикол. Так, значит, вот здесь я ставлю на сто процентов к оборонительным зданиям. А здесь опять на поселенцы надо бы... Ну, надо поселенцы построить, потому что там того очень далеко везти, даже если я его получу. Так. А, блин, Болонию убил. Блин, жалко, что Болонию убила на самом деле. Это реально жалко. Я ж хочу очки великих людей получать. Ну, очки этого генерала. Так, ну, пошли Эвру попробуем захватить. Заодно сейчас разграбим театральную площадь всех этих... Как его? Так, а как... Сколько стоит апнуть? Реально, 10 золота и 2. Я не хочу этого апать, потому что он раненый. Подождем. Так, посмотрим, могут ли меня Болонию... Ну, в принципе, когда... Ну, вообще, 3 разницы. Я не думаю, что у меня Болонию перекупят. Короче, я сейчас попытаюсь Португалию захватить, видимо. Так, что-то катапульта вообще без... Только у меня еще будет 4 хода. Ну, за 4 хода должен успеть Шороха навести. Мечника вряд ли они убьют. Подходим еще потихоньку. Блин, а может мне не идти вперед? Там у Маската какой-то еще союзник. Я не хочу его встретить. Так что, наверное... Блин, у Маската уже латники. И они, кстати, ко мне шли, потому что был союзником Византии. Так, а лесопилки я не открыл, да? Следующим ходом будет на строительство переключиться. Строительство Водяная Мельница. Три хода. Ну, давайте все-таки поселенца. Здесь рост еще заодно. Ждем. До конца Амани качаем. Ступец должен накапливать его стратегические ресурсы. А в качестве сюзерена удваивает. Блин, а что у нас тут со стратегическими ресурсами? А, ну, воли не... По-моему, вообще просто нету. Так и тут нету. И апельсинки я буду только получать, которые у меня и так есть. А что в Иерусалиме, например? А вот и в Иерусалиме можно будет сахар заполучить. Ну, надо будет когда-то в Иерусалим пересадить. А, я ж не могу пересаживать пока в войне, да? Мне надо будет сначала засоюзить. Или хотя бы сделать нейтральным. Ладно. Так, военная подготовка и исторические хроники. И феодализм еще. Давайте пока феодализм открывать. Исторические хроники. Я все-таки надеюсь два кампуса в ближайшее время построить. Ауч. Еще кто-то посело ведет. Так. Ну, я бы, наверное, пока театралку не грабил. Потому что мне не нужна пока сейчас вот культура прям. Блин, не, ну вот это, конечно, вообще зашибись. Способность. Так дешево. Правда, мне их придется же отдать. Но за очень дешево прям все апнул. Так, кого я хочу тут сначала подсокать, покоцать, подсокать. давайте наверное, вот так. Я надеюсь на набить на этого. на генерала. На генерала. На генерала. Меня там осталось буквально. так. Тут все красиво. Так, ну надо как-то... Блин, я убиваюсь тут об катапульту, да? Сколько ходов? Три. Ну я бы на месте тут постоял. маскат тоже бы засоюзить на самом деле. Ну, у меня для меня воля на Иерусалим и Болуни самое главное, потому что они просто рядом со мной. Так, из Пешта Ну, из Будды я уже отправил, так? Ну, Будда у меня больше всего денег давала на самом деле. Давайте я, наверное, пока внутренние пути все-таки. Давайте вот... Ну, из Пешта я уже отправил. И из Сиги-то тоже тут дороги. То есть мне из Мишкольца и Дьера надо караваны, чтобы дороги были проведены. К сожалению, вот из Будды, видите, в Болунию как-то вот так идет. Ну, хотя, как сажение? Тут будет дорога для вот этого посела, чтобы я поставил. Тут тоже неплохо. Нет, деньги по какой? Очень хочется выкупить лошадей, но деньги нужны для другого. Пока. Пока. Послов копим. Мне надо для Иерусалима, они будут нужны. Пеште торговец. Нарост. Давайте амбар, потом строителя будем делать. Я просто уберу карточку через три хода на поселы и поставлю карточку на строителя. Ну, в Будде достаточно удовольствия. Ладно, давайте вот тут на производство опять переключимся. Так, в Диере максимум на производство, поэтому... Ох, там сейчас апнуты. Так, кто мне еще войну объявил? Маскат опять. Это я хорошо, что я не поперся дальше. Как видите. Иначе маскатик бы... Ну, он сейчас попрется ко мне. Ну, я не думаю, что там... Тут одна клетка всего лишь, и я, например, апну. Блин, я инженерное дело не отложил. Фак. Как всегда. Да, у меня же вообще на стены торговца набил. Так, дает 100 золота и одного посла. Я думаю, в моем случае это нужный торговец. Забираем. Ну, и должен был набить на... Есть генерал. Отлично. Так. 100 золота и посол. Какой там следующий? Блин, тоже классный. Ну, мне кажется, для Венгрии посол и деньги очень неплохо. Так, Баудика, значит, перекидываем в Диер для помощи в атаке Эверы. Блин, может тапнуться в лучника? Я думаю, что да. Так, а вот теперь, пожалуй, рушим. Потому что тут я не смогу. Хотя, слушайте, может, я попробую попробовать? Давайте попробуем. Ух ты, а нафига? Блин, а нафига столько катапульт? Ну, это прикол. Слушайте, а мы как-то уже один раз, по-моему, блин, не должны они вроде втроем меня убить. А, давайте в защиту встану. Не хочу, не хочу проверять. Так, тут отходим лечиться. Так. Давайте еще вот этого апнем в лучника. по-моему, у меня все все прачников, всех прачников я улучшил до лучников. Проверим сейчас, конечно. Да, пять лучников. Мне их нельзя терять. И надо бы в арбалеты, конечно, выйти. Так, из мишкальцев буду. Предневековые ярмарки ускорили. О, интересно, откуда этот парень появился. Вообще, тут не видно никаких лагерей. Парсучий коготь. Такого я и не встречал даже. А, да, давайте уже купим эту клятпу. Она сама очень нескоро добавится. Деньги у нас появились. Я сейчас никаких нанимать новых не буду пока. А вот лошадей надо обработать. Что всадники... Ну, сколько еще тут ждать, понимаете? Ну, и тем более для бутты хорошая клетка. Видите, обрабатывается и рост, и производство. Так. А что я тут хочу обработать, интересно? Ну, наверное, пшеничку. Там два заряда. Наверное, пшеничку, а потом апельсинки. Так, центр коммерции, рынок. Ну, что, 30 науки это только благодаря соседству центра коммерции. У этих ребят все намного веселее. в мишку кульцы не надо роста, надо производства. Еще одного посла. Ну, пока... Если у меня перекупят волен, то я не расстроюсь. Византия вряд ли перекупят. Хотя я могу просто... Вот сейчас закончу... Я когда смогу провести мобилизацию? По-моему, когда вот закончили, там через 20 ходов. Так, меркантилизм ускорили, просвещение ускорили, средневековые ярмарки. Не, ну Эвру я должен брать. Раз, два. Двумя катапультами он меня обстрелял. Так, появились какие-то варвары. О, это далеко. Это не страшно. Так, лечимся этого лучника. улучшаем. Так, как мы действуем тут? Убиваем катапульту. Три очка великого полководца. Как мне сюда полковод? Мне, конечно, этих бы мечников вылечить. Давайте полечим. Вообще, мне бы уже латников открыть, на самом деле. Вернуть в баллоню этих мечников, апнуть в латников. да, так и надо делать. Нету смысла лезть. Тут уже будет генерал. Так, латнику мне нужны мне нужны рудники. Проблема... Так, давайте я посмотри, по-моему, я только один рудник построен на на этих на железе. Да. То есть, мне надо строить рабочего, чтобы строить рудники. Это вообще есть у меня... Ну, вот один, да? Ну, например, один, второй. вот тут сделать. Ой, черт. Как-то мало... Так, давайте вот этим. Я вот тут поставлю рудник. А вот этим я бы здесь поставил. Но это три хода. Сюда три хода. Ладно, пойду сюда. Этот в Буду бегал, да? Ну, надо из Дьера. Это что в Дьере минус жители? так, сколько тут осталось? Один ход. Ну, давайте этого попробуем добить. Так, тут просто стоим. Блин, я еще стены хотел везде строить. Так, там я достроил... Давайте стены все-таки... Но нужны стены, у меня тем более карточка стоит. В Эгере тоже давайте стены в очередь сразу. В Буде. Так, в Мишкульце стены сто процентов. Пеште давайте стены. Просто во всех городах надо стены построить, пока карточка есть. Это точно вот в данном случае стены просто тотально нужны. Так, из Эгера пожалуй отправим. У меня дороги точно были везде. Из Дьера будет и из Эгера. И на деньги уже потом... Ну, хотя бы на священные места надо поставить, раз у нас... Хотя бы в Сегеде еще какое-нибудь священное место, да? Ох, тяжело, тяжело. повышение прокачали. Это хорошо. Нам хотя бы один... Так, открыли инженерное дело. Лечимся. Становимся сюда. ап. Сколько у нас еще раз ходов? Десять всего лишь. Всего лишь десять ходов на самом деле. За эти десять ходов надо в латников апнуться. Равнина леса, равнина... Ну, давайте сюда встану. Так, из дьера в буду. Из эгера в буду. так, амбар я здесь построил. Город растет. После древних стен надо монумент. Деньги пока бережем. все, Витя отдали мечнику. Блин, то есть через пятнадцать ходов еще пятнадцать ходов надо, чтобы мобилизацию провести. Эх, ну ладно, убью, по идее, лучником должен убить. Блин, чуть-чуть не хватило. Ну, черт. Так, уволены уже арбалеты. Ну, вообще, пойдемте-ка и мы в арбалеты. Так, и этот город... Мне компьютер предлагает здесь, но я, наверное, все-таки вот здесь поставлю. Блин, я икар... А черт, а что так открылось чуть раньше, чем я планировал? Как мне карточку теперь поменять? Черт. Черт, шьерт убери. Ладно, давайте военную подготовку тогда открывать. Шесть ферм еще есть шанс, что я построю? Блин, я вот думаю, стоит мне в Будде строить этот... стены. Я что-то очень сомневаюсь, что к нему будут каким-то образом могут дойти вообще какие-то юниты. конечно, конечно, понимаешь, что Византия может так провести, но... 676 у Александра сдохнуть, если он ко мне придет. Блин, и он со всеми в хороших отношениях, ну ни хрена себе. как это... так, вообще мне надо... пока машиностроение. Сначала три рудника построим, потом... Там же еще плюс... То есть у меня плюс два перемещения, а еще с генерал будет плюс одно перемещение. Подождите, он юнитом античности и средневековья, так? А платники у нас средневековья, все правильно. Ну что? Ну что? Древние стены, водяная мельница, ну мне кажется уже пора все-таки рабочего и вот это убирать здесь. Я вот жалею, что я не убрал карточку на поселенца и приходится рабочих без карточки строить. Это конечно потери. В мишкальце водяная мельница не в тему будет, в тему в Дьере например, потому что тут раз, два, три реза на водяной мельница. пока тут поэтому тут надо наверное еще строителя ведук блин, тут еще не очень удачно эти дамба только здесь или здесь ставится. не будет соседства для промышленной зоны. Ладно, давайте еще строителя пока и омани в баллоне. ну сейчас у нас дополнительно очки торговцев будут капать, по идее у нас их должно мы так неплохо должны да, у нас больше всех мгновенно строит в этом районе банк и рынок. Это кстати для Эгера неплохо. Тем более что мы тут центр коммерции будем очень долго строить из-за того что у нас не через реку он ну ладно пока пока так так следующим ходом я ускорю но мне надо следующим ходом открывать так что надо ставить все-таки я хотел немножко сэкономить науки но надо сейчас ставить ученичество так кто кто у нас тут ну давайте сюда встану но мне кажется могут лучника здесь а всего 2 катапульты фиг с ними он решил погибнуть все-таки смертью храбрых почему-то так вот сюда становимся и у нас для всех вот этих юнитов в радиусе будет следующим ходом работать полководец ну все сегет не берется пока пора строителя и пора решать где у нас тут будет кампус ну плюс 3 а ну да он здесь у нас будет фак а что так далеко вести еще и клетку покупать придется да ну надо здесь конечно ставить потому что плюс 4 несомненно очень хорошо у меня волен конечно работает так а священное место где я хочу священное место видимо здесь а тут можно тропический лес убрать блин блин я еще в пеште хотел промышленную зону ладно я вот этим рабочим давайте тут правительственная зона будет у нас этим рабочим пойду ее обрабатывать сегет не растет убил убился все-таки я так столько его присыл он говорит ай ладно все короче надоел почему города государства фигачат катапульты почему португалия нафигачила катапульт вопросы без ответов ладно открываем ученичество апм 15 сколько ходов у меня 8 так вот вопрос могут ли убить этого лучника две катапульки катапульты вообще-то могут вообще-то могут так ну я игнорирую этими надо отходить лучником игнорирую латниками катапульты просто в эвору валю и захватываю ее и мне кажется она даже не должна по идее отваливаться с темным то веком так господи что что с византиевой может может мне объяснить просто приводит юниты чтобы их убивали так а тут мы попробуем миссионеров приговорить так есть ученичество машиностроение открываем рудник плюс производство промышленные зоны можем строить но пока но пока не будем в пеште ну следующим ходом поменяем карточку так вообще тут давайте-ка осторожно вести поселенца а то почему тут нифига не видим тут могут уже куча юнитов Александр например идти водяная мельница в пеште нет давайте мы тут ну я не смогу отложить он еще не успеет ладно давайте здесь торговца а где я рынок в диере построил хорошо а в диере что я хочу строить кампус плюс один промышленная зона плюс один акведук тут еще видите оно будет заливаться на самом деле это все на поймах стоит но тут где-то в одном месте надо поставить блин ну акведук еще вот тут ставится например тут акведук а дамбу здесь а в мишкальце акведук здесь да через тогда тут промышленную зону давайте наверное вот так как-то мы решим вот тут я конечно теряю ой тут дамбу теряю производство вот типа вот здесь у меня акведук будет а не район ну у нас получается сюда промышленная зона и сюда промышленная зона на плюс пять да а сюда все-таки например кампус конечно на плюс один всего лишь но блин священное место на плюс два блин может мне тут священное место например и из дьеры еще посылать тогда на деньги а эти у меня священник защитник веры я совсем забыл плюс пять так что если ко мне будут приходить я наверное буду очень даже неплохо отбиваться фути ну тяжело блин может реально все-таки священное место поставить Но это деньги, понимаете Давайте Что-то я решил, что священное место будет круче Ну просто кампус плюс один Но я его в любом месте могу поставить потом Какая разница Это не так круто, как хотелось бы Так, ну видимо Торговца Я бы торговца здесь Сделал Откладывать тут нету смысла У строитель пять ходов Долго Стены есть Карточка на стены, на содержание Это на поселенцев, блин Не хочу Как бы долго все строится здесь Ладно, давайте я просто сейчас отложу Следующим ходом решу Я посмотрю, насколько быстро этот рабочий доберется до Кукурузы, чтобы ее убрать Неизвестную гэгэшку захватили Эта участь могла и волен постичь, но я спас Так Куда делся Как это я гэгэшку встретил Магадиша Доход от мародерства Создание военных лагерей Статуи Зевса Значит, сменяем Оборонительные здания Нафиг больше нам нужны И поселенцы Нафиг нужны Давайте строителя поставлю Священное место Плюс 100 Пока не надо Против варваров К дальнобойной атаке города Давайте, наверное, к дальнобойной атаке города Хотя могу еще Подождите, давайте я пока верну Еще раз Глянем Как у нас тут рабочий Да Только следующим ходом Сможет убирать То есть Нам два хода В принципе Давайте мы что-нибудь За эти два хода Ну, давайте всадников построим Например Поэтому поставим карточку На Кавалерию По идее, три хода должны Сейчас всадники строятся Да Так, здесь Торговца И этим Идем Убирать Там все Отлично О, может я смогу Этих Этот лагерь Забрать Было бы Неплохо Так Тут качнем Лучника Что здесь Ну, тут пока Сокведукам Нету смысла Спешить Камень Весь обработан Болотом Можно вырубить Этот лес Вообще-то Давайте я тут Аккуратненько Пройду Ну, наверное Апельсинки Обработаем Тогда Так Понеслась Наверное Сюда Подхожу Так 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 Блин Я думал Тут еще А че В смысле А почему Не сработало Почему Он не добавил Хода У этих Пять Странно Так Как нам тут Лучше Наверное Вот этим Проатакуем Блин Это немножко Не добегает Так Ну просто Чтоб не мешалось А он где-то там Идет город Ставить Подходим Боудикой Сюда Не, ну Эвора прям Не вижу Причин Чтобы она Не упала Вообще Так Проверяем Что тут Болонию Никто не перекупит Проволен Можно беспокоиться Если только Византия О Здесь Вулкан Не извергнется Так Ну Мечник Может Проатаковать Но по идее Ваншота Не должно Быть Так Тут Стоим Тут я Поставил Все Что Хотел Дальше Пойдем Пока Морская Традиция Что Шумишкальцы Это Строить Дальше Священное Место Плюс Один Плюс Один Плюс Один Кампуса Тоже Фигня Ну Видимо Давайте Водяную Мельницу Блин Дело в том Что Тут то Она так Себе Но Построить Ее Надо Ладно Давайте Построим Сегет Не растет Это Я В курсе Как там Еще По техам Я Последний Но Он Там Где-то Португалия Где-то Тут Должна Город Ставить О Блин Ну Слушайте Я Наверное Его Не трогаю Я Не думаю Что Что Как-то Ну Вот Этим Он Не должен Болонью Брать Мне Надо Эвору Захватывать В первую Очередь Да Ну Эвора Должна Падать Так Так Не понимаю Это Это Только На Наземным Юнитом Античности Средневековья Почему На Лучник А Лучники Древний мир Понял Теперь Я Все Понял Извините Зря Баканул Так Ну Хоть и страшно Но Ставлю сюда Город Но Мне Видимо Надо Туда На помощь Идти Что там Нету Ни стен Нифига Только Подождем Просто Ход И Брошу Этот Караван Из Этого Города Черт А вот Теперь Я думаю Что я Зря Карточку На Стены Убрал Получается Ну Еще Я Всадником Хотя Б Сюда Прибегу Тоже Увеличит Силу Так Собираем Кукурузу О Как ты Хорошо Встал Отлично Минус Миссионеры Так Ну тут Надо Лучникам Отходить Что Этим Надо Отходить Что Этим Что Очередная Византийская Армия Дуболомов Византийский Легион Дуболомов Идет Наказывать Меня Так Убираем Улучшения Пропускаем В будди Ход Я убираю Рис Буду там Ставить Кампус Тут Обрабатываем О Так вот Плюс 30% К производству При создании Военных Юнитов В городе Военных А я думал Гражданских Так Где у нас Вообще Апельсины Есть Есть еще Здесь Да В Сегиде Ну наверное Все таки Надо в Сегиде Ставить Эту фигню Потому что Там больше Производства Если что Хотя Юнитов Хочется Здесь Производить Потому что Здесь Ближе Александр Так что Пока Просто Плантацию Так Производство Машины Строения Открыли Строительство Я открою Следующим Следующим По моему Да Да Следующим Открою Так Буди Пропускаем Блин Может Вегере Купить Купить Строителя 160 У меня В принципе Плюс 40 Вход Это Нормально Сколько у меня Тут еще Ходов 6 Блин Че так Так быстро Заканчивается Владение Юнитами Ну мне пришлось На самом деле В баллоне Раньше Времени Нанимать Конечно Я бы не хотел Так рано Ладно Давайте Давайте Купим Все таки Здесь Рабочего Потому что Тут 100% Нужен Нужен Экведук Ага Тут Плюс Один Потому что Тут Железо Тогда Экведук Мы вот Здесь Будем Ставить Все таки Надо Пометить Блин Ну тут Бы Еще И Центр Коммерции Вообще А тут Вот Река Блин Давайте Смотри Где мы Вегере Что Ставим Кампус Тут Плюс Три И тут Плюс Три Ну и тут Плюс Три Но сюда Страшно Потому что Будут Приходить Грабить Так Что с Центром Коммерции Два Два Ну в принципе Центр Коммерции Можно сюда Поставить Я бы Наверное Знаете Как Сделал Тогда Сюда Кампус Сюда Тогда Центр Коммерции Ну и Соответственно Сюда Промышленную Зону Что Еще Со Священным Местом О Священное Место Вот здесь На плюс Три Тогда Возможно Слушайте А Ничего Так Получается Раскидать Ну пока Так Вот Теперь Можно Закончить Ход Не Ну Эвору Я точно Возьму Но Хотелось Бы Побольше Конечно За Это Время Боже Как Португалец Убивается Об Мои Юниты Нет Я не хочу Еще Никому Войну Объявлять Нет Это Наверное Все Так Та Которая Волен Да Бросала Нет Так А где Мы Встретились С Вьетнам Наверное Приплыла Просто Да Видимо Приплыла Так А вот Это Я могу Разграбить Маскат Со мной Воюет Черт Он Не Воюет Со Мной Эх Так Сваливаем Быстрым Маршем Не Ну Тут Волен Не Берется Все Еще Византии Блин 117 Науки 90 103 Пак 726 Сил У Александра Просто Мрак Так 35 Сила Ну Против Арбалета Точно Стоит Ну Надо Древние Стены Знаете Что Надо Что То Открывать Все Так Давайте Феодализм Открою Потому Что Надо Я Шесть Сер Не Скоро Построю Надо Ставить Опять Карточку На Стены Так Забираем Эвору Отлично Да Ну Она Видите Довольно Усиленно Отваливается Но Я Сохраню Так Убиваем Этого Парня Как он Сказать Там На Второго Полководца Не Еще Долго Еще Долго Давайте Глянем Визеу И Тоже Без Стен И У Меня Еще Пять Ходов Ну Могу Успеть Могу Успеть В Принципе То Тут Сейчас Меня Еще Поатакуют Вот Апнется Вот Апнется То есть Это И Три Апаются Они Вылечиваются Должен Брать Я думаю Должен Брать Португалец Почему То Настроил Катапульт Я Не Понимаю Этого Кстати Я думаю Может Визеу Удалить Тогда Просто Типа Чтобы Он Не Влиял На Эвору Ладно Я Еще По Этому Поводу Подумаю Так В Пеште Правительственная Площадь Пошла Здесь Давайте Наверное Шахту Здесь Построю Столицу Убираем Рис Ставим Кампус Ну Камп Кампуса Тут Конечно Солидные Сегите Давайте Мы По пути Сегите Вот Здесь Поставим Ну Производство Конечно Лучше Было Здесь Поставить Ну Ладно Я Уже Просто Это Как Блин Я Тоже По пути Был По дороге Я бы Быстрее Сбегал Туда Сюда А Я Так И Не Купил Здесь Рабочего Молодец Ускорили Строительскую Ускорили Математику Так Строительство Я даже Открыл Уже И Математику Я Открыл Ну И Что Нам Дальше Открывать Давайте Стремя Так Черная Армия Конечно Тоже Круто Будет Но Я Не Смогу А Слушайте Такие Летучие Отряды В смысле Не летучие В смысле Эти Могу Смогу Ускорять Давать Боевой Мощи Еще Плюс Три Моим Юнитам Но Мне Будет Нечего Мобилизовывать Вот В чем Дело То есть Волен Только Через 15 Ходов А Нет Подожди Почему Это До 515 Ходов Конечно Слепой Как Этот Слушайте Я Просто Не мог Провести Увязать Потому что Денег Не было Ну Уволено Блин Уволено Просто Две Катапульты Арбалет И Мечник Мне Кажется Как-то Слабовато Так Что Что У нас В Иерусалим Мне Кажется Надо В Иерусалим Иерусалим Перекупить Открою Феодализм И возьму Первый Посол Так Еще раз Что у нас С черной Армией Откройте Форму Управления Шестью Ячейками Ладно Сначала С тремя Все равно Сначала С тремя Пока Так Ну И здесь Поскакали К Эгеру Ну Там Просто Византия Очень Много Уволено Юнитов Поход Сол Я не знаю А за что 255 Вот Мое Почему Уволено Хочется Только Денег Арбалет Два Две Катапульты И мечник Что-то Зажирного Мне Кажется Есть Водяная Мельница Это У нас Всадники Апаются Да В черных Этих Аркведук Может Тут Промышленную Зону Реально Строить Семь ходов Вот так Летко Добавляется А просто Промышленная Зона Если я Ставлю Просто 0 будет Да Ну Мне Кажется Надо Промышленную Зону Тут Вырубать Лес И Шахту Ставить Надо Выкупать Эту Клетку Я Просто Не вижу Пока На что Мне тут Деньги Тратить Не хочу Я Уволено Покупать Армию Промышленную Зону Я понимаю Что она Мне сейчас Производство Не даст Но и Строить Акведук Раньше Тоже Бессмысленно А тут Я Хотя бы Мастерскую Добавлю Потом Еще в этом Месте Нравится То что Вот эта Промышленная Зона Как раз Не затапливается В отличие От других Районов Так что Я возможно Дамбу Быстро Смогу Построить Недостаточное Довольство Пока все Нормально Так Здесь На Производство Там Латник Готов Так Сегет Ну Наверное Амбар Пока Пока Я не могу Кампус Начать Строить Шингетти Да Вот Эта Армия Александра Меня Очень Смущает Но Болонию Все-таки Он Не Должен Взять Так Сколько Эвра Еще Просто Четыре Хода Это Я Успею Получается Так У нас Апаются Все Вот Эти Трое Давайте Их Как-то На Дороге Собрать Не Хочу Пока Арбалеты Апгрейдить Следующим Ходом Пойдем Там К Городу Так Этот Делает Промышленное Производство Ну Диер Не голодает Просто Тут Нету Плюса Так Давайте Светилище Нам Теперь Из Диера Надо Будет Караваны Отправлять Потому что Они Будут Давать Ну В Города Государства Имею Ввиду Ну Из Секеш Ферих Вара В любом Случа В Будду Надо Отправить Потому что Тут Надо Стены Построить Дальше Наверное Встану Вот Так Хотя Могу Проатаковать Арбалет Наверное Если он Постреляет То я И спрячусь В городе Так Вот тут Мне не нравится Что мне Скорее всего Караван Разграбят Пойдемте Пойдемте Ка сюда Потихоньку Так Этим Рабочим Сюда Буду Подходить Тоже Потихоньку Так Тут Хулиганы Начинают Меня Немножко Зрения Лишать Опять Что Сюда Встану Он будет Атаковать Да А тут Тропический лес Нет Не будет Не знаю Давайте Наверное Постоим Я думаю Что С этим Я помогу Колесницей И лучником Хотя Уже Устаревшая И вот тут Я помогу Блин Ну там Арбалеты Уверен Что Должен Отбиваться Чувачок Так Сначала Под Акведук Вот тут Должен Сначала Быть Акведук Потому Что Здесь Нет Чистой Воды Город Не растет Тут Просто Откладываем Начну Сразу Акведук Строить Феодализм А где Шенгети Так Это Зензибарх Фиг знает Где Шенгети Я думаю Что это А Слушайте Я Вьетнаму Войну Не обил Извините Ребята Сорян Что-то Я посмотрел Что там Где Она И Забил На это Дело Так Канди Еще Есть Слушайте О Канди Ну Канди Это Вьетнам Да Шенгети Здесь Это Португальская Так В Эвере Недовольства Начались Еще По городам Пройдем На Производство Надо Ставить Тут И так Стоит Тут Тоже На Производство Да Пошла Пошли Проблемы Со Счастьем Тут Пока Пускай Так Стоит Я думаю Что он Вырастет Хоть Как-то 33 Да Блин 9 ходов Уже Эпоха Закончится Нифига Себе Ну Вот это Вот это Реально Тяжело Пока Вот это Реально Тяжело Блин Может Балуни Помочь Но я бы Блин Визеус Со стенами Стал Черт Ну Мне кажется Вот Визеус Со стенами Я не могу Взять Да Блин Не убился Жаль Мне бы Дофига Очков Дало Полководца Но Уже Видимо Его Волин Убьет Так Ну Видимо Мне надо Убивать Вот эти Юниты У Португалии И идти Помогать После После этого Идти Помогать Балунии Так Четыре Очка Так Ну я Наверное Захвачу Посила И я Бы Где-то Вот Тут Либо Тут Где-то Поставил Причем Вот Конкретно Прям Здесь Да Блин Четыре Лошади Просто Ну я Не смогу Мне важнее Чтобы Районы Быстрее Строились Либо Здесь Ну здесь Просто Ну Просто Будет Приходить Александр И убивать Все Мне же Надо Чтобы Города Жили Все Таки Этим Рабочим Быстрее Приду Сюда О Тут Кстати Тоже Можно Будет Отложить Купить Клетку И сразу Кампус Поставить Отличненько Причем Будем И сразу Библиотеку Построим Чтобы Болонья Больше Науки Давала Ну видите Тяжело С 38 Стенами Даже Латниками И рыцарем Болонья Нормально Держится Плюс Через Три Хода Вот это Все Вернется Ей Не смогу Я Везеу Забрать Видимо Было Эвору Сжигать Просто Так Ну Португалию Войск Уже Нет У Византии Можно Считать Тоже Нет На самом деле Только Александр Здесь Напрягает И Все Проблема В том Что Мало Того Что Дофига Войск Он Еще И Лидер По Науке Из Всех Встреченных Они Все Уже В В В В В В В В В Скоро Мушкетеры Придут Наверное Стоит И в Арбалеты Опнуться Нет Так Он Может Убить Ладно Постою Пока Мне Конечно Юниты Вообще Нельзя Терять Ну И Пока Никуда Не Отправляем Я Я Сейчас Надеюсь Иерусалим Засоюзить Третьим Ходом Поставить Карточку Первый Этот И Перебросить Из Болонии Из Болонии Аммании В Иерусалим Жестко Жестко Болонию Ну я Сейчас Туда Возвращаюсь Так Пастбище Рыцари Новые Строители Фермы И Плантации Плюс К Пище Я Вот Теперь Думаю Надо ли Мне Ставить Карточку На Стены Ну С другой Сто Я Кавалерию То Не Строю Смысл Что Давайте На Стены Поставим А Поселенцев Надо Убрать Блин Я вообще Где-нибудь Слушайте А у меня Спаселенцев Получается Еще один Лишний раз Простояли Да Так Ну В Будде Я точно Строю Библиотеку В Мишкольце Мастерскую Здесь Шахту В Дьере В Дьере В Дьере Наверное Амбар И Может Апостола Купить Укрепитель Религию У меня Для этого Храм Правда Нужен Так На что У нас Еще одного Торговца Мгновенно Строит В этом Районе Банк Ира Это Я хотел Для Эгера Да Ну Или Для Сикиш Ну Давайте Возьмем Нормальный Нормальный Торгуец Мне Кажется Блин Это Тоже Неплохой Был Ладно Так Пока Переброшу Вегер Так Пойду Вырубать Вот тут Тропический лес И тут Тропический лес О Не убили Мечника Отлично Минус Мечник И Сколько Четыре очка Великого человека И тут Минус Мечник Видимо Нет Че Так больно Я Пожалуй Отойдем Тогда Вообще Я могу В рыцаре Апнуть Мне Пишет Но Я Не хочу Блин Опять Не убилась Катапульта Так Здесь Катапульту Убиваем Вот этой Фигней И Несемся На крыльях Любви К Александру У нас Еще Два Хода Есть Подраться Так Следующим ходом Город Отваливается Поэтому Сваливаем Блин Я забыл Что я хотел Этим Рабочим А Я сюда Шел Так Значит Здесь Так А что Он Собственно Тогда Этот Рабочий Там Уже Не Нужен Давайте Наверное Апельсины Обработаем Давайте Поставлю Такие Блин Я Нигде Строителя Не Делаю Мне Кажется Мне Не Нужен Строитель Давайте Первый Посол Содержание Юнитов Оставляем Сто Процентов Строительным Зданием И Наверное Плюс Двенадцать Торговых Путей Так Смотрим Что там В Иерусалиме Вообще Нет Юнитов Ну Я так И знал Я Ему Все Убил Ноль Золота Можете Провести Мобилизацию Эх Иерусалим Ну Правда Тут Какие-то Никакие Юниты Его Атакуют Но Все равно Я Я Недоволен Фигня Полная Ну Я Пока Буду Получать Веру Хотя Б Слушайте Слушайте А В наемнике Мне Далеко Вообще Недалеко Четыре Хода Надо Войти В наемнике Апнуть Арбалеты Так Пошли Недалеко у вас не происходят битвы на вашей территории, то вы и не будете накапливать усталость от войны. Вот эта усталость, это просто мне не хватает счастья, у меня нету резов удовольствия, поэтому у меня, например, всякие швы... Слушайте, давайте-ка сахар обработаем лучше, а не лесопилку. Вот мне как раз даст. А, подожди, у меня есть сахар. Фак. Какие у меня вообще тут ресурсы удовольствия еще могут быть рядом? Редкий ресурс надо искать. Табак, по-моему, у меня еще не обработанный. Но этот мне никак не поможет, этот в четвертом радиусе вот тут, в эгере. Фак. Чувак. Надо сначала табачок обработать. Так, а где кофе? Вот у меня кофе почему-то есть три штуки, но я не вижу в упор, видимо, от городов государств. Нет, ну тут нету... А, так я табак... Вообще табак должен получать. А, кофе это от Иерусалима пошло сейчас. Нет, стоп, подождите. Сахар я получаю от Иерусалима. Я свой не обрабатывал. Кофе, вот этот кофе я получаю. Нет, обрабатывал. Ладно. 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 Так, откладываем тут производство. Потому что я хочу кампус сразу строить. И пока все. Заканчиваем ход. Тварь. Убил все-таки лучника. Двумя арбалетами атаковал чисто лучника моего. Нормально вообще? Ну, все равно двумя арбалетами... Ну, если арбалетами этот город не берется... О, метеоритный дождь рядом со мной. Прямо зашибись. То есть это мне сейчас дадут рыцаря? Это, кстати, очень в тему. Прямо очень-очень. Ой, а кто это тут прибежал такой рыцарь? Блин. Ну, мне надо его убивать, но я могу потерять при этом лучника. Черт. Шесть очков полководца. Что там, кстати? Мне еще надо семнадцать. Я так понимаю, что следующим ходом все юниты перейдут к Болонии. Нет, ну Болонию мы тут отобьем. Несомненно. жалко там лучника быть. Еще и вот этого могу потерять. Так, ну вообще посела не хотелось бы терять. Я его хочу сюда довезти. Так, тут минус катапульта. В Португалии сто восемьдесят восемь сил, а просто вообще нету нету армии практически. Кстати, кстати, очень классно. После наемников я исторические хроники как раз очень в тему открою и два кампуса как раз я ускорю. Все по таймингу и плюс сто процентов это считайте ну еще плюс восемь. Многим я правда сейчас в золотой век уйдет, который мне куча науки дает. Вот в этом проблема. Я в любом случае сначала здесь табак обработаю, а здесь сахар. ой, что я так блин зачем я сюда пошел я хотел вот так пройти черт. Ну пойдем на всякий случай помогать там Юрусалиму дуболомом. так и этого ну я пока просто держу в городе не фигзай как я там центр коммерции дострою. Так, четыре это значит что я могу и промышленную зону поставить и на этот еще хватит. Семь ходов конечно долго. Тут хороший город Эггер должен так в принципе быть. Юнит уничтожен фак. Так, уходим. Блин, как так вот я пришел грабить караваны и кто-то маскат уже ну то есть маскат не является ничьим союзником. Обидненько немножко. Я просто не знаю вот как как мне тут в принципе кого-то захватывать то есть воевать я могу отбиваться это не проблема но надо ли мне кого-то захватывать? по той простой причине что я не знаю я даже города эти не могу удержать. О, вернулись так и знал. Хорошие такие прокачанные лучники вот это я зря конечно их так провести взять 410 это уже серьезно. Так ну тут сваливаем блин блин даже не знаю куда мне может все-таки здесь ставить и как-то на Александра ну то есть он-то ну блин он самый лидер по науке я пока до него дойду я просто даже ну я не вижу как мне юнитами на кого-то нападать блин я вот сейчас не знаю столь для меня до кукловодов у меня в принципе что волен что баллонья очень вряд ли могут перекупить поэтому я бы лучше какого-нибудь нормального давайте наверное пингалу все-таки в столицу уже посадим и давайте зал для приемов там заодно и магну или пингалу на науку хотя бы прокачаем 20 роста и плюс 3 жилья так а где у нас еще сахар в мишку лице да ну вообще вообще наверное все киш давайте здесь поставим вполне нормально чтобы он рос блин я тут мог тоже производство сделать или нет своих два иметь следующим ходом будем это выкупать здесь чтобы обработать так сколько у нас 5 ходов ну походу в нормальный век я конечно открою черную армию я даже наверное ее смогу купить но мне этого точно не хватит что по великим людям ну вот чуть-чуть осталось до еще одного тамерлана кстати получу средневековья эпохи возрождения так ну дорогами у меня вся венгерская империя связана да блин вот хочется сюда город ставить и на александра посматривать тогда опять же лесов никаких нету вообще такой грустный вася просто баудику негде использовать так слушайте мне бы этого лучника сохранить мне надо два арбалета сделать я уже двух потерял ну куда карточку наемники поставлю надо стоим пока тут чисто сбегаю посмотреть ооо уже уменьшилась вообще-то армия александра блин может сбегать рыцарем к португальцу хотя бы что-нибудь пограбить или вот тут хотя бы пробежать посмотреть рыцарю мне кажется вообще ничего мне не сделает так давайте храм я бы укрепил религию так-то она нормально у меня держится ну тут синтоизм конечно в эгере мне не очень нравится там куча миссионеров сходило блин сейчас мы еще этого лучника да не я сюда свалю ничего не произойдет притя рыцарь какого какой эпохи юнит средневековье да давайте кому этого генерала к рыцарю присоединим вот не могу решиться что с этим делать поселенцам все-таки наверное надо сюда ставить ну тут сто процентов ничего с городом не произойдет а вот там я не уверен так давайте сразу выкупаем эти клетки и вырубаем сразу после промышленной зоны центра коммерции ну там иерусалима уже арбалет думаю можно не помогать ему так уходим с еще ходом будем апгрейдить в арбалеты есть амбар давайте расти черт надо промышленную зону вставить но во первых нету столько жить ладно давайте храм второй это для ускорения монархии кстати у меня все еще минус да ну у меня плюс идет от минус 8 от претензий тут так-то конечно венгрия в этом плане покруче она очень может хорошо иметь дипломатических очков кучу именно за то что я сюзеренен ггшки но в моем случае к сожалению у меня будет минус из-за постоянного объявления войны так три хода тяжело но вот тут прям видно что я отстаю то есть обычно в средневеку я начал себя чувствовать как-то ну знаете какая-то есть будущее вот как бы я ее встретил так никаких гостеприимства так сейчас не забыть боевую объявить а тут как вот не не вижу я впереди улучшений слабое извержение это не страшно так наемники ставим так славы так слушать это я могу неплохо заиметь веры это все 4 требуют давайте мы шингете за союзим и вдруг там еще юниты есть так блины не показывает 400 золота не показывает юнитов но это вот глюк какой-то происходит почему ты это это видимо мне кажется это когда из из этих из воровского клана они создаются вот такой какой-то глюк происходит военную на науку ускорил рыцарем потому что убил блин видите взяли там полководцы речи больше очков надо набирать к сожалению озеро корония ну я бы наверное уже этот тропический лес удалил то есть у нас тут запланировано священное место интересная банк поставлю даже до открытия банка получается с ума банк вот тут а он уже будет работать то есть этот же торговец сразу банк типа строит так а пм тут плюс два влияния тут скидка в стоимости тут наверное все таки оставляем на золото да раз и два раньше было четыре лучника и тоже со вторым уровнем а еще один лучник есть так это хорошо еще третьего но я двоих потерял я два лучника потерял пусть явно этот город реально захватил сейчас рыцарем и уничтожил 330 до золото мало храм ну чё давайте апостолы я хочу укрепить религию и наверное на деньги возьму этому других фигня 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 здесь не укреплено ну вот португалия в не нравится будет разносить фигня и крестовый поход блин у византии вот это хреново он тут в воле не конечно плюс 10 может иметь ладно в будичу монумент водяная мельница что у нас тут с акведуком ну вот тут кстати промышленная зона вот здесь и конечно какой-то район надо еще тут будет ставить возможно может и не надо промышленная зона вот здесь имеет от камня дать я просто поставлю по идее тут плюс 2 должно быть и а так веду к еще плюс 2 то есть плюс 4 вот тут плюс 4 промышленная зона просто жалко на шахте ставить а наверно пока рабочего так виктория забыл войну объявить как кому я еще получается на модулу понимаю 1200 армия это просто я и я даже не из-за войны сам просто 1200 армия то есть еще воюет только все со мной воюют только только единственное даже вон у вьетнама с кем-то осуждение все что так все дружат друг с дружкой потому что есть на планете отмороженный венгер видимо единственное объяснение так подобного не давайте это и так и так 2 и дальше может в торговую республику и давайте пока кампуса открывать скоро тому следующим ходом я ускорю лично надо кампуса открыть и поставить на соседство кампус у меня сейчас закончится эпоха будут большие проблемы с наукой всего два кампуса сделано 47 науки все очень грустно конечно блин плюс 3 черная армия еще плюс 4 2 хода не хватает 7 очков ну блин день за где мне еще три очка взять мне наверное не выхожу не будем черную армию покупать ускорили исторические хроники так сразу библиотеку строим потому что болонья дает вот плюс наука для столицы и каждой библиотеки видите что это сама библиотека наука еще и плюс от болонья дополнительно так сюда ставлю город тут apm в арбалет надо взять и уничтожить мне кажется еще арбалет подведу можно еще он театрал очку сколько у меня ходов еще шесть ходов театрал очку можно расфигать хотя он вроде как стены строит вон эвора что неприятненькое а подождите так я ж ни одного мечника не делал так подождите великого человека конч торговец через пять ходов так начало укрепление кроме того я смогу еще апост нет за 2 хуни сурси 2 хода мало 2 хода мало так но осталось вот церковная десятина вот мне кажется что мина церковную десятину и брать есть еще культура за каждых четырех последовательно моем случае мне важнее мне важнее деньги это плюс двенадцать денег вход добавилось секиш фехер вар еще конечно и надо бы и иерусалимы и откинуть задание тут в ггшках создать копейщиков создать катапульту странное задание вообще не охота но просто могу апнуть мечника это мне даст очки эпохи но все равно не хватает все равно не хватает здесь стоять я понимаю что не даю рыцарю плюс пять но мне надо чтобы арбалет быстрее прошел поисследуем здесь ну блин я не представляю как можно португалию захватить честно говоря слишком далеко просто так мастерская в мишкульце вот теперь имеет смысл и акведук построить давайте строителя давайте найдем где у нас селитра то есть вот я бы мог еще накопить на еще апостола я бы укрепил то есть мне два хода до еще одного после это укрепление религии это по моему даже ну нормально очков я думаю это как раз было бы три очка и как раз четыре черная армия ну или два очка либо три либо два полная вот все догмы религии собственно я бы выходил золотой век но два хода всего сосны они слишком быстро идут по технологиям понимаете слишком быстро я за ними не поспеваю просто так ну что 439 силу но в принципе византия португалия и македонский потеряли уже куча армии в борьбе со мной надеюсь вьетнам и англия не решат приплыть откуда-то там так стоимость золотина все ну а что это еще ставить стены построена может пока оставить так но мне надо 8 науки ну да надо вместо каравана к сожалению или блин блин убирать пока это вот на стоимость оборонительных зданий но мне блин ничего тут не надо из того что здесь я не собираюсь строить не надо она пока оставлю что мечника где-то надо будет поднастроить вообще быть быть сколько вообще городов у португалия к ней четыре города всего блин может все таки попробовать но я ж но откуда в соседях у португалия я же не смогу наверное удержать александр еще двое кто-то даже не встреченных мной так ну наверное пингалу все-таки на науку блин 160 как-то очень малая ладно давайте проведу мобилизацию поссорим что там за и там какой-то либо один либо два юнита будет о и f ядлая кудель нашел не ну два латника так блин один ход но я не могу я уже черную армию не куплю прикольно шенгетик кстати вот эти какие вот если бы это был город канады или россии вообще было бы офигительно не нормально я взял юниты здесь но это плюс еще добавляет послов он до 6 бы уже точно жоан не перекупил хотя могу и русалима еще сколько стоит 90 то есть чисто для того чтобы послов до добить до 6 чтобы александр не перекупил тоже вариант тем более я храмы построил то есть что шенгете что плюс 3 в каждом религиозном здании канцелярии будет понимаете и мне надо будет еще укрепить веру на какое-то здание пока тут постоим да жаль чуть-чуть до золотого века не хватает прям капелюшечку сейчас хожу вот сюда прыгну посмотрю чё там блин я забыл зачем я этого рабочего делал просто потому что нечего в городе делать что ли блин реально забыл вот это я делаю чтобы тут вот вырубить акведук построить знаю шахты но видимо в буде тогда надо сюда все-таки акведук ставить убираем производство конечно но тут иначе никак так отправляем караваны ребята из диера напоминаю что у нас верование чем больше зданий в священном месте тем больше денег авдерия как раз храм завершил тоже неплохо ой тут эти водяная мельница в тему будет к надо будет еще кукурузы обработать тут я уберу пшеницу к исторические хроники ну наверное средневековой ярмарке пока пойдем членицу я уже не построил бонусными негде в общем-то практически все тропические леса бонус для соседства или все-таки в гильдии давайте блин 10 жителей вообще где-нибудь могу сделать но я в смогу ладно давайте пока так ну и похоже у нас начинается возрождение причем это возрождение во всем остальном мире у нас то проблемы скорее большие заказ возрождение будет война со всеми но армия хотя бы моим соперником проведил мне нравится какие у них теперь цифры ну как бы он португаец вода поднастроил наверно катапульта 5 селитру давайте глянем есть ли у нас селе усилий то уже на территории есть рядом куча селитры так селитры все нормально еще селитры о еще и рядом это вообще зашибись у меня промышленная зона получается прям вообще кайф то есть в принципе отбиваться еще сможем вот намного чисто открыть мушкетеров и захватить нас невозможно а вот как бы нам догнать ребят это уже следующей серии будем спасибо что смотрите на этом все спонсоры канала могут поискать продолжение прямо сейчас для всех остальных она появится завтра всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока